Ягода – конкурс талантливой молодежи, символом которого является ягода. Вот такой квадратный бронзовый арбуз с трещиной. Всего таких пять, как и номинации, в каждой из которых будет только один победитель. Пришло время, наконец, увидеть этих счастливчиков. Да и что там, настоящую гордость родного города. В течение месяца перед компетентным жюри стояла непростая задача – из 35 участников выбрать самых ярких представителей ивановской молодежи. Сегодня мы видим, что все представленные контуры действительно очень интересны. Каждый из них является лидером в своей области. И то, что они уже сегодня делают конкретные дела для города, это очень важно и для общества, наверное, и для самих ребят. Для нас важно сегодня их поддержать, отметить, потому что, я думаю, это будет определенная ступенька, трамплин для их дальнейшей работы и жизни. Самой многочисленной и сложной для жюри, как всегда, оказалась номинация «Я творец». Были там тоже очень серьезные номинанты. Например, Анна Королева, фотохудожник, она настоящая открытия этого года, но ей пока еще немножко не хватило каких-то, может быть, участия тоже в чем-то, каких-то благодарственных писем, каких-то вот, ну, то есть, я думаю, у Анны тоже все впереди. В итоге лучшей в этой номинации была признана студентка Текстильной академии Ксения Крайнова. В прошлом году она стала участницей финала международного конкурса «Голос Макдональдса». В Лондоне вместе с другими вокалистами из Восточной Европы она записала песню для распространения в интернете. Все собранные средства пошли в благотворительный фонд Рональда Макдональда для детей с ограниченными возможностями здоровья. Этот конкурс, конечно, занял мне очень много времени, потратил очень много сил. Подготовка была очень серьезная. Все-таки это выступление на международном уровне, поездка в Америку, это непередаваемое ощущение. До звания «Я бизнесмен», как выяснилось, дозрели немногие успешные ивановцы. Номинантов оказалось всего два. Победителем признали руководителя некоммерческого проекта Виртуального музея современного искусства «Генерейшн-Арт», за который, кстати, в прошлом году Александра номинировали на Всероссийскую премию Рунета. Бизнесменов на самом деле предостаточно в городе Иваново, но чтобы доказать свою работу и получить почетное звание «Я бизнесмен», это достаточно сложно. Самым успешным спортсменом года назвали Алексея Кудряшова, президента клуба восточных боевых единоборств «Дракон», мастера спорта по карате. Номинацией «Я ученый» победителем стал Игорь Костерин. Самым главным достижением года для него была защита кандидатской. В родном институте противопожарной службы он председатель Совета молодых ученых. В масштабах страны лауреат рейтинга 100 молодых инновационных лидеров России. Победа в конкурсе, значит, для меня очередной, что я достиг, во-первых, очередной цели в жизни, то, что результаты моей деятельности нужны городу, нужны вузу, в котором я работаю, то есть они внедряются в жизнь. Молодым политикам года признали Руслана Денисова. Профессиональных достижений у него тоже не счесть, хотя и победу в номинации называют приятной неожиданностью. Конкуренты, конечно, были очень достойные. Для меня было неожиданностью, что я выиграю в этой номинации. Считаю, что за оказанное доверие в будущем буду очень стараться. Победители уверены, что такая оценка их деятельности поможет им не столько в самореализации, сколько в искреннем желании и дальше принимать активное участие в развитии областного центра. Инна Сардейска, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.